Седьмой класс, вторая серия. Модуль числа. Модулем или абсолютной величиной действительного числа А называется само это число, если оно не отрицательно. И число, взятое с противоположным знаком, если оно отрицательно. А числа противоположные имеют равные модули. Давайте рассмотрим некоторые свойства модуля. Эти свойства будем применять, решая уравнение. Итак, модуль принимает значение неотрицательное. Числа противоположные имеют равные модули. Если модуль А равняется Б, при условии, что Б неотрицательно, то А равно Б или А равно минус Б. Четвертое свойство. Если модуль А равняется модулю Б, то А равняется Б или А равняется минус Б. Первое уравнение. Модуль 2х плюс 1, и значение этого модуля равно 5. Раскрываем модуль, и уравнение превращается в совокупность из двух уравнений. Вот это первое уравнение совокупности, а это второе уравнение совокупности. Решаем первое линейное уравнение, х равен 2, решаем второе, х равен минус 3. Данное уравнение имеет два корня, 2 и минус 3. Второе. Модуль под знаком модуля 4 минус 7х. И значение модуля отрицательное. Решения нет, потому что значение модуля может быть только неотрицательное. Третье уравнение. Модуль под знаком модуля х минус 8 и равняется х минус 8. Точно такое же выражение. В каком случае вот это равенство будет верно? В каком случае раскрытие модуля идет именно так? Если х минус 8 неотрицательно, больше или равно 0. Значит, любые значения х подойдут, если они удовлетворяют вот этому неравенству. То есть х больше или равен 8. Четвертое уравнение. Модуль под знаком модуля х минус 6 равняется 6 минус х. Можно решить это уравнение по определению модуля. Итак, если х минус 6 больше или равно 0, то раскрытие модуля идет вот так. х равен 6. А если х минус 6 меньше 0, то, раскрывая модуль, надо поменять знаки на противоположные. Получается, что х – любое число, потому что получается верное равенство. Итак, объединяя вот эти решения, х равен 6 и х – любое число, при условии, что х меньше 6. Значит, объединяя вот эти решения, получаем ответ х меньше или равен 6. Пятое уравнение. Модуль и слева от знака равенства, и справа. Применяя вот те свойства, которые мы рассматривали, переходим к совокупности из двух линейных уравнений. Первое уравнение совокупности – вот это. х равен минус 4. А второе уравнение совокупности – вот здесь надо поменять знаки, раскрывая модуль. Второе уравнение имеет корень единственный – х 2 трети. Так, значит, данное уравнение имеет два корня, минус 4 и 2 трети. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok